Матисевич в одном из вариантов своего рассказа о проблеме Дильберта именно это уравнение исследовал. x и y не отлицательные числа, m больше единицы. Возьмем такое уравнение x квадрат минус mxy плюс y квадрат равно единице. А нулевой равняется нулю, а первая равняется единице, а вторая равняется m, а третья это m квадрат минус 1, а четвертая это m куб минус 2m, а пятая это m в четвертой минус 3m квадрат плюс 1. Это все, конечно, замечательно, но важно, как определяется общий член. Оказывается, если вы в качестве чисел x и y будете брать соседние члены вот этой вот замечательной последовательности, то это будут решения. И никаких других решений у этого уравнения нет. Вот это важно. Здесь одна серия и серия, которая задана таким образом. Нема, m плюс 1. Здесь, конечно, m плюс 1, да, спасибо. Спасибо большое. Обсудим, при каком m получаются числа Фибоначчи. Ответ. Когда m равняется 3. Давайте, в самом деле, посмотрим, что это будет за такая последовательность. 0, 1, 3, дальше что надо делать? Умножить на 3 и вычесть предыдущий. Это будет 8. 24 минус 3, это будет 21. 63 минус 8, это будет 55. Узнаете? Последовательность Фибоначчи, она выглядела так. Нулевой член 0, потом 1, 1, 2, 3, 5, 8. Так вот, смотрите. Тройка, вот эта вот единица, вот этот вот ноль, вот эта восьмерка. Это члены последовательности Фибоначчи с четными номерами. Оказывается, когда m равно 3, вот такое вот уравнение описывает пары членов последовательности Фибоначчи с четными номерами. Да, нечетные, просто мы пропускаем. Так, давайте я быстро объясню. Маза индукции. Берем пару чисел 0, 1 и подставляем сюда. Согласитесь, все получается очень легко. 0 в квадрате минус m умножить на 0 умножить на 1 плюс 1 в квадрате. Это действительно обязательно единица. А вот теперь мы должны доказать такую лемму. Лемма. Если x квадрат минус m x y плюс y квадрат равняется единице, то, ну, вообще-то, по-моему, все хорошо, потому что вот это, вот m в этот квадрат исчезает, а вот это минус 2 и плюс 1 дает как раз минус 1. Отлично. Значит, если у нас была пара x y, то мы из нее делаем новую пару. Давайте я запишу формулу. Была пара x y, из нее новая пара, а именно y и m y минус x. y и m y минус x. Кстати, для тех, кто ходит в школу, наверное, вы знаете, там есть такая теорема Биетта о корнях квадратного уравнения, да? Если посмотреть, то как раз откуда. Смотрите, если отнеслись к этому как к квадратному уравнению относительно одной из букв, например, отнесемся к этому как к квадратному уравнению относительно x, тогда, что гласит теорема Биетта? Что сумма корней равна m y. Согласны? Ну, замечательно. Вот это, собственно, есть. Если считать величину y постоянной, то в таком случае, по теореме Биетта, сумма корней будет равна m y. Согласны? Значит, если был один корень x, то другой корень, это будет m y минус x. Ну вот, значит, вот получилось. То есть, на самом деле, можно было все это не писать, а можно было просто сослаться на теорему Биетта из школьного учебника. Но сейчас разговор не о том. Сейчас разговор о том, что вообще-то можно точно так же, как мы сегодня весь день доказываем, доказать, что других решений нет. То есть, вот эта вот серия исчерпывает все множество. Вопрос. Методом фирма бесконечного спуска доказать, что вот если у нас m больше единицы, есть вот такая вот последовательность, то, когда берешь соседние члены этой последовательности, получается решение. А никаких других способов нет. Как это делать? Ребята, на самом деле, очень легко. Смотрите. Берем произвольное решение. Из x, y делаем решение. Формула такая. y, m, y, минус x. Давайте сейчас попытаемся при помощи такой штуки уменьшать решение. Обратите просто внимание, вообще-то x, y входят в это уравнение симметрично. Правильно? И, между прочим, даже вот эта формула, она на самом деле очень даже симметричная. Смотрите. Ведь что в ней написано? a, n, плюс a, n, плюс второе, это m умножить на a, n, плюс первое. Поэтому, в некотором смысле, вот можно, так сказать, идти туда, а можно идти назад. Давайте рассмотрим сначала такую ситуацию. Может ли x равняться y? Ответ пишет. Потому что, если x равняется y, то наше уравнение записывается следующим способом. x квадрат минус mx квадрат плюс x квадрат равно единице. Но, вы помните, m было больше единицы, и поэтому вот эта штука будет просто-напросто неположительным числом. Значит, не бывает. x равно y. Надо же все легко. Когда у вас эти числа разные, то, естественно, вы можете сказать, пусть y будет меньше, чем x. в таком случае от пары x и y вы перешли к паре, где y на первом месте. И вам останется всего лишь доказать, что вот это число... Что это число? уменьшится. Меньшится, конечно. Это и будет спуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok